Уважаемые телезрители, сегодня у меня в гостях Жанар Барлыбаева. Я думаю, что эту очаровательную девушку не могу как-никак по-другому назвать, даже и представлять не нужно, потому что на протяжении долгих-долгих лет она была ведущей на телеканале «Утроар». Жанар, ну вот ты больше специализировалась все-таки на культурных мероприятиях, то есть выставки, различные мероприятия, такого плана всегда на съемки записывали Жанар Барлыбаева. Наверное, потому что у меня все-таки за плечами был Институт культуры, поэтому не всегда эта тема была интересна. Кстати, вот сейчас я очень скучаю по этим темам, по таким сюжетам, по таким вот добрым, красивым, потому что там всегда можно было проявить какую-то фантазию, даже делая на новости материалы именно о каких-то культурных мероприятиях. Сейчас больше, конечно, людям нравится какой-то, может, криминал, какие-то такие скандальные материалы, а то, что культуру редко берут у нас, к сожалению, на республиканских, она, конечно, очень жалко. А как ты сама считаешь, больше тебе все-таки близка была профессия ведущей? Или вот сейчас журналисты? Вообще, вот недавно, кстати, об этом подумала, что мне нравится, интересно, профессия журналиста, но мне кажется, профессия ведущей, телеведущей, это, наверное, было мое призвание. Но просто мне как-то, все-таки бывает такое, случается в жизни каждого человека, что вот работая столько лет в эфире, на телевидении, потом в какой-то момент наступает, хочется что-то поменять, попробовать себя в других сферах, в другой стезе. Вот, видимо, у меня тогда такое было желание, и вот как-то вот мне захотелось, в общем, поменять немножко вот свою работу. А хотя вот признаюсь, что бывает иногда скучаю, скучаю по эфиру. Правда, зато сейчас не надо там задумываться, как ты выглядишь, как одеть, что в эфир одеть, что там подобрать, потому что тоже есть свои законы телевидения, где-то подходят какие-то вещи, какие-то цвета определенные. Вот, сейчас об этом голова не болит. Хотя некоторые говорят наоборот, это накладывает какой-то отпечаток, то есть если ты вот постоянно красишься, или там постоянно следишь за своей внешностью, там диеты какие-то соблюдаешь, то это уже до конца жизни как бы неизглазимо, постоянно. Нет, теперь диеты не соблюдаю, и голова как бы не болит. А о том, вот какой вес, там вставать на весы, постоянно взвешиваться, или хотя бы смотреть себя вот в кадре, думать, ой, немножко оправился, так и уже это заметно, наверное, для наших телезрителей. Сейчас уже вот, прошу прощения, конечно, может быть, я не права, то есть я знаю, что я не права, но все-таки вот, наверное, такое вот есть облегчение. Хотя, говорю же, вот все равно скучаю я по эфиру, и скучаю по этой профессии. Жаннар, в этом году уже 20 летили компанию ТРАР. Ты можешь в это поверить, что такая вот цифра большая? Это, наверное, цифра просто вот заставляет нас задуматься, как много времени прошло, и как много времени мы провели в этой работе, в этой профессии, вот на телевидении. Хотя когда-то пришли, в общем-то, случайно, вот я, например, про себя расскажу, что вот я пришла как-то вот случайно в эту профессию. Вот интересно, потому что все говорят, наверное, по знакомству, то есть кастинги не проходят. Какие? То есть разные всегда мнения существуют. Как ты попала на телевидение? Твоя история. Может быть, сейчас, когда телевидение стало настолько популярным, вот надо знакомства какие-то иметь, какие-то вот кастинги проходить. Хотя вот мне всегда, что радовало, вот на утро на наше телевидение, всегда устраиваться могли только те люди, у кого есть большое желание, какой-то вот талант, и без всяких знакомств. Это я точно знаю, потому что, ну, Валентина Куприановна вот, она так поставила, что всегда отбирала людей именно талантливых, и если она увидит в них какую-то искру Божию, да, вот она сразу их примечала и заставляла потом работать на телевидении. Это твоя история. У меня получилось так, я давно знала Валентина Куприановна, работала у нее, я же говорю, за моими плечами, институт культуры, вот по культуре, по этой стиле я и работала. Это был, значит, ОНМАЦ, были такие вот организации, которые вели, так сказать, культурную работу в городе. Валентина Куприановна была как бы лидером даже вот в этой работе тогда. Вот, потом, значит, я, помню, уволилась, поработала еще там в одной организации. Тут, когда прихожу на свою прежнюю работу к Валентине Куприановне, она говорит, слушай, зайди к нам сюда, вот наверху, к там, где была раньше студия звукозаписи. И все, говорю, караванщики, караванщики. Ну, что за караванщики? Ну, пошла я, поднялась, захожу, там стоит такая маленькая камера, ну, не знаю тогда телевизионная, не телевизионная, в общем, и вот так вот кресло, так как для ведущего диктора. Все, я сел, мне говорят, скажите там то-то, то-то, прочитайте вот это, вот это, дали какой-то текст, я и прочитала. Но они сказали, все хорошо, мы, если что, к вам позвоним. Так получилось, что потом они ко мне перезвонили, и, в общем-то, Валентина Куприановна дала мне путевку вот в эту работу, то есть на телевидении. Она просто сразу мне сказала, Жанарка, попробуйте, должно получиться. Потому что я сколько лет у нее работаю, мы вели мероприятия, правда, вот мне на телевидении, вот, вживую, так сказать, с людьми. И я думаю, что та работа, когда еще работала в Центральном парке Валентина Куприановна, да, когда мы выходили, живем вот на публику, и работали именно с людьми, не так вот через стекло, вот, видеокамеры, телекамеры. Мне кажется, это тоже была для нас, очень, для меня лично, очень большой школой. Может быть, поэтому, потом уже работа на телевидении, вот, многие как бы любили меня как ведущую, потому что мне все время казалось, что я вижу глаза этих людей, сидящих по ту сторону экрана. Вот, наверное, это как-то и отразилось на моем вот ведении, на моей работе. А характер изменяется со временем, вот, какой ты была в жизни, какой ты стала ведущей? То есть, все тебя вот думают, смотрим на Жанару Барлыбаеву, и вроде как бы она вот домашняя, вот одень мне на нее халат, тапочки, и вот она своя, как родственница буквально. Как ты считаешь, ты такая есть? Вообще, я такая есть по жизни. Мне кажется, многие у меня друзья, именно, может быть, ценят, любят меня именно за это качество, да? Ну, хотя вот эта мягкость меня очень часто подводила. В общем-то, мне самой даже не забывало, что раздражала-то моя натура. Думаю, ну, почему такая слишком, может быть, мягкая какая-то, вот не собранная. И, кстати, Валентина Куприна тоже не даст мне соврать. Всегда она меня как бы пыталась подстегнуть, заставить, быть более такой упорной, такой вот целеустремленной, может быть, амбициозной где-то. Вот у меня таких вот больших амбиций никогда не было, все время... Я даже всегда и коллегам к своему так относилась. Не было какой-то ревности, наверное, профессиональной к другим. Поэтому с удовольствием я радовалась, когда приходили к нам новые люди, когда приходили талантливые ведущие. Вот при мне, вы помните, пришли Таня Забоина, вот ты, Тань, тоже. Я думаю, что это было хорошее приобретение для нашего тоннала. Я прекрасно помню, какие у нас курсы были замечательные, как Жанар разрабатывал нам все челюстные, всевозможные всякими упражнениями. И действительно, это была огромная школа. И при том, уважаемые телезрители, вы знаете, Жанара, вот, ну, не было такого, что а не скажу, а не расскажу, а не покажу. То есть, все, что знаю, вот, пожалуйста, пользуйтесь. То есть, мы... При всей, может быть, моей глупости, все равно я понимала, что это ни к чему, это огромная глупость, если так вот что-то скрывать. Потому что, видите, мы не вечно. Нам захочется каких-то перемен. Мы можем куда-то уйти. А вот все равно, знаете, я думаю, что первые отраровцы, у них бы, где бы мы ни находились, да, вот, куда бы нас ни занесла судьба, все равно какое-то теплое воспоминание нас всех объединяет. И все время какое-то есть внутреннее переживание за канал. Вот хотя мы видим, все нормально уже, все на ноги встал за 20 лет, извините уже, да, какой пройден путь, но всегда мы переживаем, какие люди работают. А вот кто сейчас продолжает все это дело? Вот как все получается сейчас? И очень хочется, чтобы канал всегда вот рос, просто развивался только в лучшую сторону, чтобы вот все больше и больше зрителей завоевывал и популярность уросла. Интересно, что ты общаешься до сих пор с теми, кто работал тогда. Мы дружим, дружим до сих пор. Но мне кажется, просто уже это вот не стереть и не вырезать, не знаю, уже из нашей жизни это все, это уже наше. Но вот сейчас ты все-таки больше уже журналистом стала в настоящее время. Вот сейчас идешь по улице, все равно же тебя узнают, с кем тебя ассоциируют больше с журналистом и все-таки, о, ведущая от РАРа пошла. С ведущей от РАРа до сих пор всегда «Здравствуйте, до сих пор приезжаю на какую-нибудь съемку в какую-нибудь организацию, там, не знаю, к госслужащим». Я говорю «Здравствуйте, вы же, на от РАРе работаете?» «Работаете?» Я говорю «Да». Ну, работала, говорю, очень долгое время, поэтому, может быть, продолжают до сих пор ассоциировать меня с от РАРом. А мне это как бы приятно. Я, кстати, этим горжусь. Очень хорошо. Жанар, ну, наверное, школа Валентины Куприяновны это какая-то вот такая школа, которая на всю жизнь, потому что вот скольких мы уже приглашаем людей, действительно говорят, что это действительно школа жизни. Да, школа жизни – это, конечно, очень сильная, хорошая. Как бы, чтобы ни говорили про Валентины Куприяновны, конечно, она человек жесткий в работе, да, у нее есть такое вот, она хороший руководитель, но очень требовательный. Но при этом она хороший организатор. Вот все, что нужно где-то организовать, даже какие-то капустники, какие-то мероприятия, как-то если нужно сплотить коллектив, все это Валентина Куприяновна, конечно, ассо в этом деле. Где-то вот, не знаю, там, напрячь людей, заставить их гореть, пылать, чем-то болеть, да, она это тоже умеет делать. И вот я думаю, что поэтому, поэтому все это получилось. Поэтому сейчас УТРА является тем УТРАром, который вот все любят, самым популярным каналом у нас в городе, даже уже в республике. На твой взгляд, какими качествами должен обладать работник, который вот, будь то ведущий, журналист, работает на телевидении? Ну, я думаю, это должен быть человек, в первую очередь, который всегда горит, которому всегда что-то интересно. Интересно что-то узнать новое, интересно что-то рассказать новой людям. Вот я думаю, что все-таки вот это самое главное. Конечно же, ну, нужно всегда, наверное, учиться, как тот, что профессионализм, профессионально расти, это всегда нужно как-то питать свои знания, искать где-то дополнительную какую-то информацию, чтобы вот не остановиться на месте, а идти, идти дальше. Если бы сейчас была такая возможность снова вернуться на роль ведущую, снова выйти в эфир новостной программы и сказать добрый вечер в эфире новостей. Как? Нет, вы знаете, вот в этой утренней программе, кстати, я еще не поздоровалась с самого начала нашей программы, вот все-таки, наверное, от эфира отвыкаешь. Есть такое. Я даже растерялась немного, поэтому вот я вот сейчас уже, когда немного адаптировалась, мне так и хочется сказать. Доброе утро, уважаемые телезрители. С вами программа «Пора вставать». Напоминаю, сегодня... Среда, 10 октября. Среда, 10 октября. И обязательно начинайте этот день вместе с нами. Вот прям это свежо еще в памяти до того, что, кажется, только вчера это все произносила и говорила. Ну, ты так, увильнула от ответа. Расскажи мне, смогла бы вернуться назад на ведущую? Нет, ну, это всегда... Человек, говорят же, не должен ни от чего зарекаться. То есть, тем более, если уже есть такие настроения, вот когда скучаешь по коллективу, по тому, что было, почему бы нет? Кстати, вот такой интересный крест случается у меня постоянно в жизни. Я хожу когда по городу, иногда, ну, бывает же, жалуюсь, ой, ну, не могу, у меня постоянно же проблема с моим этим весом. И когда начинаю кому-то жаловаться, ой, ну, опять вот поправляюсь, что делать? Как вот, как бы скинуть, вот как это все с этим бороться-то? Мне все время телезрители говорили, вот люди даже посторонние говорят, а как же, наверное, у вас проблемы, вы же каждый день делаете зарядку, а мы вместе с вами. И я такая вначале не подумала, в смысле, когда? Они говорят, ну, вот по телевизору мы смотрим, мы все время с вами делаем зарядку. То есть, они не понимают, что это вот просто запись идет изо дня в день, и они думают, что я каждый день вот это делаю снова и снова, и поэтому удивляются, откуда у меня лишний килограмм. Немножко ты сегодня даже секреты наших. Да, выдала об этом, а может быть, если не надо, можете вырезать, ладно. Оставим. Жанна, ну, твои поздравления, конечно, всему коллективу, нашему руководству. Ну, я от души хочу поздравить Сетрар с этим юбилеем, с 20-летием. Это здорово, что вся жизнь у нас меняется, все идет вперед, все как-то не стоит на месте. И сегодня, может быть, даже придя сюда, уже редко, да, редкий человек, кто работал со мной, я уже могу встретить здесь. И поэтому, когда встречаю я старых работников от Рара, у меня так прямо на душе сразу становится тепло, светло. Я хочу поздравить и вас, и всю ту молодежь, всю ту зеленую, может быть, даже поросль, которая сейчас в молодежке работает, да, чтобы они были как мы, чтобы они были лучше нас, чтобы они несли вот знамя от Рара достойно, высоко. И я думаю, что, ну, руководитель, если он вот на своем месте, то думаю, что это знамя должно действительно достойно идти еще много-много лет, пока вот руководитель-то возглавляет этот коллектив. Поэтому здоровья хочется в Антику Пряне пожелать долгих лет, тоже хороших приобретений в виде вот журналистов талантливых, телеведущих. В общем, процветание. Огромное спасибо. Ну, а мне хочется пожелать всем нам, чтобы у нас глаза горели вот так вот, как у Жанар, действительно, блеском вот таким вот юношеским, можно сказать. Жанар, это тоже, наверное, секрет какой-то, да? Секрет, секрет. Об этом в следующий раз. Огромное спасибо. Ну что ж, всего вам доброго, до свидания. Было очень приятно побывать вот в этой студии, вспомнить былое. И еще раз с праздником. Редактор субтитров А.Семкин